МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поддержке Владимира Вольфовича Жириновского и всей нашей мощной и сильной ЛДПР. Именно все вот это в комплексе и привело к этой победе. Я понимаю всю степень высокой ответственности, которая находится в преддверии моих дальнейших действий. Я понимаю, насколько будет серьезный и, возможно, сложный путь. Но я готов взять мощную, крепкую и сильную мужскую руку, эту ответственность и пойти вперед. И обеспечить динамичное развитие Владимирской области и прежде всего жителям, которые здесь живут. Спасибо. Сегодня очень радостный день, поскольку Владимир Владимирович Степягин стал полномочным губернатором. Он еще утром был избранный губернатор Владимирской области. Теперь все юридические права на его стороне. Когда он сказал про ЛДПР, это связано с демократией, мы вовсе не собираемся как-то хвалить ЛДПР. Но демократия построена по партийному принципу, вы знаете, во всем цивилизованном мире. Чтобы выбирать, люди выбирают и человека, и команду. Иногда они хорошо знают человека, это отлично, а иногда они хорошо знают команду. И здесь у нас сливается единое целое с избранием Владимира Владимировича. Никаких шараханий во Владимирской области не будет, чтобы возвращаться назад. Или пытаться навязать то, что не подходит для Владимирской области. Или излишний консерватизм, чтобы все оставалось как было, никакого движения вперед. То есть это будет тот вариант, который в масштабах всей страны пытается осуществить наш президент Владимир Владимирович Путин. Но ему тяжелее, потому что все-таки он идет как самовыдвиженец. А здесь мы показали уже в Смоленской области, что дела только улучшились. И по всем показателям. И я уверен, что еще лучше будет в Владимирской области. Здесь мы должны доказать, что Смоленская область это не случайно. Владимирская стала лучше, чем раньше было. При этом Владимир Владимирович и мы вовсе не имеем негативного отношения к прежним руководителям. Они были, их избирали, их назначали. Поэтому мы все уважаем прошлое. Была мощнейшая партия в мире КПСС. Но не получилось. Не мы же ее сами разгоняли. В любом случае ЛДПР не участвовало в каких-либо действиях против КПСС. Наши демократы есенские были. Но они хотели ту модель, которая даже им на Западе не всем подходит. И не по всем параметрам нам. В этом смысле, чтобы лучше было понятно, как будет работать Владимир Владимирович Степягин, мы и говорим. Наша ниша, как сказать, ниша, центризм. Ни влево, ни вправо. Это идет с первого съезда ЛДПР. И только парламентский путь. Мы никогда не вывели никого на улицы. Ни капли крови не пролили. Никого не обманули. И защищали наши граждане. Вот не хотят они эту пенсионную реформу. Мы на их стороне. И все остальные вопросы, которые были, мы всегда сходили из того, что это избиратель решает. Вы должны это понять, что избранный губернатор или депутат от какой-то партии, они обязаны именно избирать. Это не назначенец. Чиновника назначили, и он связан только с начальником. Поэтому ситуация в мире сегодня самая тяжелая. Хуже, чем сейчас никогда не было. Ни в царской России, ни в советской. Это тоже надо учитывать. Поэтому это нельзя. И перед собой ставить только какие-то узкопартийные интересы. Где-то что-то хорошее сделать для какой-то структуры своей. Для страны. Здесь, в данном случае, для жителей Владимирской области. Мы ни в коем случае не позволим себе, чтобы что-то худшее произошло. Только лучшее. Все, что в наших силах, мы используем весь авторитет партии. Здесь как раз есть плюс. Если бы Владимир Владимирович Сипягин был бы самовыдвиженец, как, например, Омский губернатор, справедливая Россия ему не обязана ничем помогать. Он не пошел от справедливой России. Пошел как самовыдвиженец. То Владимир Владимирович не стал идти самовыдвиженцем. Пошел именно от ЛДПР. И когда он победил, часть его победы мы переносим на себя и возвышаем свою ответственность. Потому что избиратели ему оказали доверие. И нам. И ждут все, что сможет он сделать. И ЛДПР. Если он замкнут на Владимирской области, прекрасная Владимирская земля, мы ее любим так же, как и вы, жители Владимирской области. То есть центры из Москвы. Мы используем весь свой потенциал для того, чтобы помочь. Помочь не лично Сипягину, чтобы ему хорошо было. А всей области. И ему тогда будет хорошо. Когда через год, через два, через десять, скажут, а лучше стало. А вот это улучшилось. А вот это плохое ушло. Поэтому мы здесь будем стараться. Нам здесь нет никакого смысла, как говорится, бросить его или же от чего-то отказаться. Все, что мы обещали, все, что обещал Владимир Владимирович, мы будем стараться в рамках имеющихся ресурсов, естественных, экономических, финансов. И с учетом нашего куска высшей государственной власти. И вы видите, что вот уже три губернии оказались под руководством ЛДПР. Я вас уверяю, никто не разочаруется. Ибо это честные русские люди, которые хотят работать на свой край. Он не олигарх. Ему ничего не надо. Как и нашему губернатору Смоленской, Хабаровскому. Люди хотят, раз их избрали, это демократия. Никто не высовывался, никто не говорил, дайте мне власть. И это выборы. Мы участвуем в выборах. Победа. И на нашей стороне оказалось большинство голосов. И там 57%. 40-ты-то не наши. Мы же не говорим, что мы будем думать только о тех 57. Обо всех. Но это арифметика. На один голос больше во втором туре побеждает тот, кто его получил. Поэтому я вас прошу, чтобы вы верили вашему губернатору. И 30 лет нахождения на политическом поле России и ЛДПР для вас лучшее доказательство, что мы все, что в наших силах, сделаем. Чтобы и деньги раньше пришли в вашу область, которая положена из реального бюджета, и по налогам, и по промышленности, и по социальным, по всем проблемам. В том числе и туризм, и спорт, и отдых. То есть условия великолепные, поэтому мы будем очень рады. И хотим вас заверить, всех жителей области, что вы сделали правильный выбор. И вам не придется сожалеть. Мы это убеждали наших избирателей всегда. По всей стране. От Калининграда до Камчат. Пожалуйста, если есть вопросы... Вопросы есть. Владимир Воль... Владимир, Газета Канеделья, председатель организации «Биги войны-33» Заболотный Наталья Николаевна. Я во-первых хочу Владимиру Владимировичу и Владимиру Вольфовичу поздравить с данной победой и пожелать вам успеха на этом поприще. Один из первых вопросов, конечно, который меня интересует, это «Дети войны». Орловой в последний момент удалось принять постановление по поводу льготного проезда для «Дети войны». Будет ли что-нибудь в этом направлении по поводу принятия статуса «Дети войны» и хотя бы какую-то маленькую доплату пенсии для них? Мы в федеральном масштабе всегда, когда вносился закон по «Детям войны», всегда поддерживаем. Я об этом говорил открыто на любых общественных мероприятиях. И здесь губернатор и ЗАГС собрания, они утверждают обычно местные законы, все, что можно на максимум обязательно постараются сделать. Потому что это святое, потому что дети, они всегда нуждаются, хотя сами они по возрасту уже не дети, но когда-то во время страшной войны их детство было немножко загублено, испорчено. У меня сестра родилась во время войны, она тоже относится к детям войны. Я со своей стороны обещаю полную поддержку по этому вопросу, а Владимир Владимирович может добавить. Пожалуйста. С тебя хочу добавить, что на данном этапе я считаю, что пожилым людям, прежде всего пенсионерам, а вы знаете, что у меня маме 82 года, поэтому я, как никто, знаю, какие меры поддержки есть у пожилых людей. Так вот эти меры используются не в полном объеме. Я сейчас не буду говорить, какие меры будут предприниматься. Необходимо все очень проанализировать серьезно. Все-таки это деньги, это бюджет. Поэтому будет проведен самый всесторонний анализ, но в том числе будут приниматься какие-то дополнительные решения с точки зрения поддержки пожилых людей и пенсионерам. Я здесь могу добавить, чтобы вы понимали, что международная подстановка ухудшается. Это не просто так. Это все требует дополнительных денег. И страна обязана будет добавить денег на оборону страны. Мы же с вами не хотим оказаться разгромленной страной. А ситуация самая плохая. Хуже не было никогда в истории России. Поэтому центральное правительство, президент, могут значительную часть бюджета перенаправить. Даже к вам может придет, у вас тоже есть оборонные заводы. Но тем не менее, может быть, кому-то из нас позже придут льготы, привилегии, то здесь вины нашей нет. У нас слишком много тех противников, которые две войны развязали. Первую мировую и вторую. И у них в плане третья мировая. Поэтому здесь все, что можно, губернатор сделает при участии ЗАГС Собрания. Ибо они должны принимать законы и необходимые постановления. Но вы должны учесть, что ситуация ухудшаться будет с каждым днем. И здесь уже вины губернатора нет. Поэтому здесь, если что-то такое будет ухудшаться, вы должны понять, что не Владимирская область не виновата, а в целом мировая обстановка. Пожалуйста, последний вопрос. А вот по поводу того, что законодательное собрание у нас... Да. Потом, да. Что еще? Еще кто? Да. Владимир Владимирович, Анну Стинова, я спросила, пожалуйста, принесли вы с кандидатурой сенатора. Кто вы представляете регион? С этой федерации. С кандидатурой сенатора в соответствии с законодательством я уже определился, поскольку дается сутки на принятие решения. Это один из тех, кто есть в тройке, когда я баллотировался как кандидат в губернаторе. Пронежкин Александр. Владимир Владимирович, вашего областного радио, Ваше первое направление в начале своей деятельности. Какие направления будут под вашим пристальным взором именно в первые дни? Если вы слышали, я сегодня выступал и упоминал это в своей речи на церемонии вступления в должность, я говорил о главном. В Владимирской области необходима консолидация. Консолидация всех сил, всех общественных, политических организаций, административного ресурса, который есть в Владимирской области. Это все будет происходить для того, чтобы вести динамично вперед Владимирской области. И это будет делаться ради людей, которые здесь проживают. Вот это самое главное. Я не знаю. Давай правду. Это будет затрагивать много аспектов и будет сформирована новая социально-экономическая стратегия развития Владимирской области. А в соответствии с этой стратегией и будут определены те приоритеты, которыми надо двигаться вперед. Я посоветовал новому вашему губернатору и хотел бы, чтобы все новые губернаторы шли бы по этому сценарию. Нужно обязательно провести ревизию всего, что произошло. Чтобы вы знали, где какие проколы, пробелы, потери, коррупционные какие-то моменты, недостатки. Чтобы на нового губернатора никто не говорил, а вот, что-то там не так происходит. То есть если убрать, постараться искоренить все то негативное, что мешает развитию, то это должно быть одной из первых задач. Иначе потом, через год вы скажете, а вот там, скажем, проблема с какими-то там конкурсами, поставками, а это все заложено было при прежней администрации. Чтобы он не оказался без вины и виноватым. Обязательно нужна проверка, чтобы вы знали. И вся пресса должна показать. Вот здесь прокол, здесь провал, здесь недостача, здесь украли, здесь коррупция, здесь неправильно решили, здесь задерживают, здесь деньги перевели на другое направление, непрофильные расходы и так далее. Чтобы губернатор мог исправлять. Сперва его задача исправить и быстрее получить деньги, положенные в области за 18-й год. Осталось меньше трех месяцев. Коллеги, пожалуйста, последний вопрос. Аккуратненько. Ничего это. Филипп Михаил, главный ратор Фунисинфо, город Бусь-Хрустак, институт городского совета. Следующий вопрос. Хотел сначала поздравить жителей. Спасибо. С победой вас. Большинство жителей за вас голосовали. Бусь-Хрустальный молодец. Два вопроса сменятся в один. Когда вы начнете первые свои поездки по области, ждать ли Бусь-Хрустальному ваш приезд и будет ли вас окружать тот бафос и шоу, как было при приезде губернатора, как было при прошлом губернаторе? То есть краснодорожки метут, то есть все вычищают или будут у вас чисто рабочие поездки, как всем раньше нравилось при губернаторе виноградове? Хочу подчеркнуть, что мои рабочие поездки по территории Владимирской области и знакомство с ситуацией, они уже происходили в ходе и первого тура, и второго тура. Я, скажем так, практически досконально знаю ситуацию и проблемы, которые есть, и понимаю, какой рост возможен в Владимирской области. С точки зрения поездок, конечно же, они должны быть рабочими, деловыми, с пониманием проблем, с пониманием того, что происходит, и с пониманием того, каким путем идти. Но очень важный момент, который я хочу подчеркнуть, я всегда буду слушать тех людей, которые работают в этой сфере, не делать резких движений. мое руководство будет сочетаться со спокойным направлением с точки зрения развития. Но это будет происходить твердо, еще раз подчеркиваю, но уважительно, без истерик и без огонь. направить специальную инструкцию по организации поездок к губернатору, чтобы действительно никаких специальных мероприятий с излишней тратой денег не было. Даже я, не губернатор, приезжаю в какую-то часть Москвы, там быстрее красят заборы, подъезд, и меня просят, приезжайте и к нам, к кому-то еще, ближем быстрее что-то сделают. Поэтому иногда мне это приятно, что благодаря моему приезду хоть что-то там исправили, площадка там, какие-то качели, где-то там что-то убрали. Но не годится, чтобы была показуха, чтобы вот где-то красиво, если губернатор поедет в другую больницу, поедет на другой завод, поедет по другой улице, и ГИБДД пускай быстренько туда за ним едет, чтобы помочь ему добраться. Но ни в коем случае, чтобы мне была показуха, если мне подобрали людей, которые подойдут, будут здороваться, радоваться, так сказать, объясняться в любви. Этого не должно быть, ни в коем случае. Убрать всю эту мишуру, чтобы люди видели народного губернатора. Вот наш Островский, он просто выходит надо к людям. Выходит просто, идет по улице, заходит в магазин, они у всех шариноваются. Как? Это губернатор? Можно подойти, можно спросить, просит принять, он назначает помощнику. В 2 часа в четверг я вас приму. Сразу все назначается, и месяцы не уходят. Поэтому Владимир Владимирович все сделает, чтобы все было ближе к гражданам, чтобы не было фальшивых вопросов, ответы не будут фальшивые, но если вопрос фальшивый, то ему приходится изворачиваться, чтобы все шло для жителей, только для этого. Самое главное, это доверие. В чем доверие взаимное, подчеркиваю. Взаимное доверие, когда и ты доверяешь, и тебе доверяют. Вот это очень важно. Поэтому честность, открытость, и профессионализм. И он такой же, как вы, понимаете? Он из простой семьи, он не богатый, он не знатный, у него там не было каких-то связей, никто его не поднимал искусственно, нигде там не было каких-то мафиозных делей, вещей, нет там каких-то вариантов, связанных с его какой-то прошлой работой, он не будет тянуть сюда бывших одноклассников, сослужиться, где кого знает. Только деловые качества, чтобы лучшие люди и Владимирской области могли занять какие-то посты, которые есть в области, и работали бы на благо области. И полная свобода прессы, Владимир Владимирович, я тебя прошу, полная свобода. Единственное, не должно быть оскорблений в адрес кого-то. Критика любая. Ну вот так, чтобы черный грязь поливать все и вся, это, конечно, нежелательно. И тоже, в том числе, и митинги. Пускай все проводят любые митинги, дайте место, какой-то дом культуры, какой-то кинотеатр, какое-то место, в парке, в сквере, но чтобы не было запретов, что никто никого не разгонял. Что в Владимирской области демократия, и что в Владимирской области все журналисты защищены. Чтобы не было необоснованных увольнений, и никто не будет закрывать ни одну газету, радиостанцию, препятствовать, мешать. Чтобы все было нормально, чтобы каждый чувствовал, что он, каждый человек, хозяин своей Владимирской земли. Редактор субтитров А.Семкин